Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Сегодня на улице 25 градусов. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Нет, мимо. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение справки. Смотрите продолжение в следующей серии. Просил вас задать вопросы. Вопросов небольших. У меня есть. В тот самый важный круто. Прелег suspense исходят. да самый раз самый такой раз размер стоять самый размер таким такая маленькая мормышечка кусочек теста у меня чертик здесь ты с опарышем тесто сырно да и леска тут 0 1 или даже 009 есть тащи ты как не знаю хочу леска тонкая блин она даже этот даже маленькой то кажется что такой ох загибают у меня его и 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 Дробь наломаем сейчас. Так, ну что, друзья, сейчас быстренько по вопросам пробежимся. Как не дают нам поклевки идут. Он опять начинает. Лишь бы телефону внуку не уронить. Павел Иванов пишет. Привет, какие поводки используете на жерлице? Если самодельные, то из чего? Удачной рыбалки. Привет, Павел. Паводки обычно используем не самодельные, а покупные, заводские, которые покупаете на спиннинг летние. И вольфрамовые черные есть, и зеленые, и коричневые такие, знаете, продают. То есть металлические, которые в оболочке. Он опять клюет. Николай Белов. Привет, подскажи, каким фонарем налобным ты пользуешься? Николай, привет. Пользуюсь я давно уже, два года... Клюет, а? Два года уже пользуюсь фонарем Армитек. Да, фонарь он не дешевый. Фонарь просто классный, конечно. Он, во-первых, противоударный. Его можно с ним в воду нырять, то есть до 20 метров. Гарантия на него 20 лет на диод. Куча режимов освещения. Вот, и, кстати, по-моему, даже у меня есть там промокод мой. И я оставлю на рассылку в описании. По-моему, даже 15% на фонарь. Фонарь не дешевый, но один раз фонарь такой купил. И на много-много-много лет. На всю жизнь хватит его пользоваться. Так, Наташа Горина. Где вы рыбачите? Это тайно или нет? Ну, касаемо вот таких вот рыбалок на Платву, нет, не тайно. Мы рыбачим на реке Вычигда сейчас, Курья. Республика Коми, Усть-Умский район. Вот. А так обычно, когда мы рыбачим Харизову рыбалка, или где у нас находится изба, там рыбачим. Конечно, название речек я не говорю. Многие, конечно, знают, где я рыбачу там. Сами там бывают. Вот. А так рыбачим. Это Усть-Умский район, город Цитовкар. Ну, и все прилежащие районы. И Архангельская область, конечно. Сергей Нахоров. Таежной готовки быта хочется больше. Может, у вас рецепт есть по свежей щуке, как и приготовить вкусно. Самый вкусный рецепт щуки свежей, это ее пожарить. Вкуснее, мне кажется, блюда не будет свежей щуки. Вот. Самая, да, самая вкусно жареная рыба, это, конечно, щука. Ну, и стараюсь, стараюсь быт, стараюсь показывать это. Просто очень многие пишут, что давай я рыбалку больше, больше охоты. Кто-то пишет, больше быт давай. Пытаюсь найти какую-то золотую середину, чтобы было и тем людям приятно смотреть, интересно, и другим тоже. Андрей Регнер. Покажите конструкцию жерлиц на Харюса подробней. Много раз уже показывал видео конструкцию, но в следующем видео Андрею обязательно еще раз покажу конструкцию. Уже раза три, раза четыре показывал, но покажу обязательно. Стас Фурсов. Здравствуйте, а можно у вас заказать самогон, что вы пьете? Не продаем, используем только в личных целях. Продавать нельзя. Продавать нельзя, да. Причину, законом. Так что, ну, кто с нами ездит, мы всегда угощаем. Николай Кокорин. Видел, летом у вас эхолот диппер, если не ошибаюсь. То есть, все правильно. Эхолот диппер Чирп Плюс. Расскажите о нем плюсы и минусы, почему зимой его не используете. Смотрите, Николай, летом мы использовали эхолот во время джиговой рыбалки, троллинговой рыбалки. Эхолот интересный, классный. Плюсы какие? Во-первых, он маленький. Не надо у него никаких экранов, не надо никаких мониторов. Прикрепил его на крепление, там сделал, я показывал тоже видео, как я прикрепил. Настраиваешь телефон, и на телефоне у тебя показывают все такие основные данные. По поводу зимой. В прошлом году я его брал зимой, но видео я толком, по-моему, так и не снимал про него. Он хорошо показывает, когда лед сантиметров до 40-30. Вот, он отлично показывает, без проблем. Когда лед толще, и когда в лунке появляется очень много шуги, надо лунку вычищать на 100%, чтобы она была чистая. Если в лунке есть шуга, он у вас показывать не будет. Кирилл Симонов, Симонов, ну как клюет-то, ладно, все поклевки пропускаю. Привет, мужики, если получится, расскажите про снастик. Какая леска, мормышка, подбирайте ли по весу, или так, на глаз, на опыт предыдущих поколений работы, ждем видосов. Ничего не подбираем, я всегда все делаю на глаз. Леска, то есть я уже знаю, какая леска на фидер, на джик, какой шнур, какие поводки. Даже я как бы не люблю там упираться, как там рассказывать, какая-то леска, толщина. Есть много каналов, которые так прям про снастик конкретно рассказывают. Вот я как бы так показываю, конечно, говорю, но вот подбираю все на глаз. Привет, а почему вам бы сетушку под лед не запустить? У вас же можно? Юрий Фрис пишет. Да, Юрий, у нас можно при выполнении определенных условий по длине, по ИЧЕ, также и сроки, а по поводу сетушки запустить под лед. А зачем? Не вижу смысла, мы и так поймаем на жерлице себе и на уху. Вот, тем более мы на сетке, на реке не рыбачим. Ни в курях, ни на реке мы никогда не рыбачим, только если это озеро. Озеро, если это далекое, до него тяжело добраться, и там никого нет. Иди рыбу много. Там мы, да, можем порабачить, есть у меня такие видео, пару, наверное, два или три. Привет! Изба каких размеров? Какая изба размеров? 4х5. 4х5 изба? Лес 4х5. Лес 4х5, но внутри она меньше. Внутри получилось там где-то 4,5-3,5. Ну, в принципе, изба нормальная, места хватает, пятером-шестером там ночуем спокойно. Рыбачеки. Эх ты! Ну, сейчас что-нибудь привязывать. Эть-дюк, эх, 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 эх! Эх, 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 эх! О, здесь контакт. Опа-на. Все, рыбки родимые. Они такие, влажноватые, так что, пускай шает. Не, потом просто потухнет и все, тяжело будет разжигать ее. Вот только у нас сегодня, друзья, выпуск будет такой, без всяких ночевок, без всяких вот... Посмотрите, сами знаете, у меня большинство все рыбалки-то ночевка. Эх, сход. Ночевка, палатка, изба, вагон. Нарадятся нам такие рыбалки. На льду вообще никого. Все испугались мороза, тридцатника. Жерличный размер. О, полочка упалась. Какой обойка, а? Рыбачий сидит. Подъем. Ох ты. Ох ты. Ух ты. Ох ты. Ох ты. Ох, губная. Только не гибель, что опять на пожаре я ее возьмал. Такой мороз, надо в палатке сидеть с печкой, к сорогу ловить, ну или просто ночевать. А лучше бы в палатке сидеть с печкой, знаешь, что делать? Харю ловить. Вот точно, Харю ловить такой. Прикормил, да? Да, а что за лечением? Уж не часто, хотя бы за полчаса одного. О, шевелит, 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 давайте пойму. В колено. Попалась наконец-то. Ох ты, как загнула ее. Их ты, как поплывок-то выскочил. Сорожки, вон, вон, он плаван. Вон еще плаван. Ох, это много их. Сороги кишит. Сороги-то полно. Вот она. Вот она. О, батя поймал. Поймал? О, хорошенькая. Ох, нифига там утопил у тебя. Это да. Все, батя в ударе. Пошел. Поплывок гуляет. Туда-сюда по лунке. Ох, как поднял ее. Вот она. Классическая с оружием поклевка. Тебя вверх. Тебя вверх. Тебя вверх. Это сразу видно, что она крупная. Мелочь. Тебя вверх делает. Поднял. Значит. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Здрасте. Ха-ха-ха. Ух. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну и нафиг эту улицу. Ха-ха-ха. Ха-ха. Иди сюда. Видишь там пошурбантил у себя лунки и у меня заклевало. Есть. Опять за... А-а-а. Опять за край лунки, блин. Что ты будешь делать, а? Хорошенькая ведь была. И я поймал. Опа. Опа. Ох ты. Ох ты. Какая она. Ох ты. Так вот, ребят, косорожка хорошая. Опа. 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 Самый жирличный размер. Пирожник. Опа. 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 Друзья потихонечку собираемся. В итоге сегодня поймали все это сороки. Нормально, килограмм точно есть Нажимаем поболее Вот такая Крупненькая, мелкая, средняя Тут нам на пару рыбалок хватит Жерличных Закончили мы нашу рыбалку Всем удачи, всем пока Субтитры подогнал «Симон»